Меня зовут Алина Лип, я из Германии, я независимая журналистка. Приехала на Донбасс в прошлом году и осталась, потому что я была просто в шоке о том, что я там видела. Я в Донецк приехала, была в серой зоне, где каждый день стреляли, и заметила, что в немецких СМИ об этом не пишут, что вообще нет информации прямо из Донецка, там только показывали мнение Украины, мне говорили о том, что украинцы бывали мирные жители уже 8 лет, и для меня было так больно, страшно, потому что у меня русский отец и немецкая мать, я родилась и выросла в Германии без русского языка, но все-таки я люблю просто обе страны, и мне это все очень больно, что сейчас между моими странами и вот такая борьба, можно так сказать, инфовойна, можно это назвать. И решила остаться в Донецке, открыла свои каналы, стала журналисткой и рассказывала стих по правду немцам о том, что происходит на Донбассе. Немцы меня, конечно, за это не очень любят, они начали плохо обо мне писать, показывать на телевидении, закрыли мне банковские шита даже, и в Германии сейчас возникает опять фашизм, можно даже сказать. Вот там громят магазины русских, запрещают русским зайти в рестораны, которые рестораны так считали, что это надо так делать. Для меня это просто непонятно, больно, и немцы сами не понимают, что это не лучше, чем запрещать евреям зайти в ресторан, когда, тогда вот в этих времен. И сейчас я только разговаривала с ветераном здесь, в Мелитополе, я чувствовала как будто это что-то историческое. Вот немцы встречаются с ветераном, который тогда был в Берлине, освободил немцев. И вот я просто могу всем желать дружбу и мир. И я надеюсь, что особенно в Мелитополе, весь Донбасс, который освободили, скоро может опять жить в мирных времен. Продолжение следует...